Я рад лично, когда я читаю что-то и не понимаю, не могу связаться с этим, не могу найти начало, конца, фразы. Ничего. Это состояние, которое тебе помогает держаться зубами. И все наполнения, удовлетворения, будь то умственные или чувственные, они отрывают тебя, отключают тебя от верной связи, когда только недостаток должен быть и больше ничего, кроме него. Возникают различные формы впечатлений, ощущений умственных или чувственных. Я не вижу в них настоящей помощи. Все это лишь некое подслащение, благодаря чему человек успокаивает свою эко, свою неуверенность. Это нехорошо. Ничего хорошего. Если это возникает потом, после того, как я держусь зубами и мне начинает что-то проясняться вследствие отмены себя, вследствие моего проникновения в материал, это хорошо. Насколько ты не понимаешь, и насколько ты не знаешь, и насколько ты не можешь удержаться за это. И все это сухо для тебя, без какой-либо возможности что-то удержать в руках. Но вместе с этим ты чувствуешь, что это ставит тебя в состояние крика, недоставания, требования. И поэтому эти состояния, они очень хороши. Настоящие состояния. По сути, книга Зор, то, что она дает человеку, это раскрывает ему вот это пространство желания. Через книгу Зор можно раскрыть это пространство. Свет, который светит, раскрывает нам различные формы внутри нашего желания, которые уже заложены в нас. И только лишь они скрыты пока еще от нас. Я их не раскрываю, я их еще пока не чувствую. Мне кажется, что я расту. Что я, будучи маленьким, потом вырос на несколько килограмм и сантиметров, еще пару килограмм, пару сантиметров. Это неверно. Это только так мне кажется. На самом деле на меня воздействует свет, и я раскрываю в себе все большее желание, еще большее желание в его новых формах, которые все мои. И поэтому ничего нового на самом деле не может быть раскрытым. Я на самом деле вот такой вот, бесконечный. Просто сейчас я знаю самого себя вот в такой маленькой форме. Я должен вызвать свет, который раздвинет для меня еще мои формы, еще новые формы, пока я не вернусь в свое состояние бесконечности со своими всеми возможными формами. Это называется тем, что я расту или поднимаюсь по ступеням лестницы. И также мы в нашем мире видим наших детей, как они растут. То же самое происходит. Ничего нет нового под солнцем. Только лишь новые раскрытия относительно нас. Но все на самом деле пройденный материал. И получается, что я тем самым только желаю, чтобы со мной что-то произошло, чтобы во мне раскрыли свойства и формы более близкие к Творцу, более развитые. Я хочу этого, я хочу раскрыться, чтобы свет вошел, раскрыл, расширил меня еще и еще. Так что я не раскрываю сам свет. Я притягиваю этот свет для того, чтобы он раскрыл меня. Кто такой я? Истинный я. Все больше и больше и больше. Все более близкий к бесконечности. И то, что я более раскрыт самому себе, это называется тем, что я поднимаюсь по ступеням лестницы. Ну, постепенно. Я даже не думал, что у меня хватит слов.